Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух отрывков из Священного Писания, это исход 6 глава 16 по 20 стих и послание Галатам 3 глава 17 стих, мы зададимся вопросом. Как мог израильский народ находиться в Египте более 400 лет, если между Левием, сыном Иакова и Моисеем, прошло всего три поколения? Давайте сначала прочитаем отрывок из 6 главы книги «Исход» 16 по 20 стих. Вот имена сынов Левия, породам их Герсон и Кааф и Мирари, а лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона, Ливни и Шимей семействами их, сыны Каафовы Амрам и Ицгар и Хеврон и Узиил, а лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мирарии, Махли и Муши, это семейство Левия, породам их. Амрам, Амрам – это отец Моисея, взял и Хаведу, тетку свою, себе жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. А теперь мы посмотрим, что говорится в послании Галатам. Это 3 глава, 17 стих. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Как у нас получается эта цифра? Более 400 лет, 430 лет, если между Левием и Моисеем три поколения. От рождения Исаака до исхода сынов израильских из Египта 400 лет. 400 лет. Как это получается? Исааку было 60 лет, когда родился Яков. А Яков, придя в Египет, сказал, что дней его странствования 130 лет. Это бытие 47.9. Всего 190 лет. А в Египте сыны Якова пробыли 210 лет. То есть нахождение в порабощении от язычников, не только в физическом, но и в нравственном, и моральном, надо отсчитывать от рождения Исаака. Тогда противоречий никакого не будет. Потому что жить в окружении язычников, в окружении их идолов, как жил и Авраам, у которого даже отец Фара был изготовитель идолов, как жил Исаак, как жил Иаков и их потомки, это порабощение нравственное и моральное, которое в случае с евреями в какой-то момент переходит в физическую плоскость, и 210 лет они находятся еще и под таким порабощением. Например, когда мы с вами читаем, как ведет себя Моисей, он всегда говорит фараону, как только выйду из города, я помолюсь. А о чем эта деталь? Выйду из города. Он не хотел молиться там, где было много идолов. Это угнетало его религиозность, оскорбляло его религиозные чувства, и он тяготился этим положением вещей. Поэтому порабощение 400 лет отсчитывать надо не от вхождения в Египет, тогда ну никак не получится 430 лет, а отсчитывать надо от рождения Исаака. Потому что жизнь среди язычников, это как Господь говорил, как овец среди волков посылаю вас. Это как свет, который во тьме светит. Таким образом, это внешнее противоречие у нас тоже устраняется. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!